Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Эту тему обсуждали в местном отделении партии «Единая Россия» на круглом столе при участии исполняющего полномочия главы городского округа Щелкова Сергея Горелова, сотрудников профильных подразделений администрации, представителей управления социальной защиты населения, общественной палаты, регионального оператора фирмы «Хартия», управляющих компаний, работающих на территории округа, а также председателей советов многоквартирных домов, частных владений, жилищных товарищей и кооперативов. Полномочия органов местного соуправления на сегодня в рамках законодательства – это организация сбора твердых бытовых отходов, то есть коммунальных отходов. Все остальное – это полномочия области, которые сегодня исполняют региональные операторы. Наша здесь задача на месте – вот в этот сложный переходный период не замусорить город и район. Круглый стол показал, что контейнерные площадки, которые должны быть основным местом складирования мусора до его вывоза на сортировочные пункты, вызывают большие вопросы у жителей. На них нередко попадает ТКО не из прикрепленных к ним территорий, что очень осложняет вывоз отходов. Тем более, что утвержденные нормативы по количеству не выдерживаются, а не упакованный в мешки мусор просто разлетается вокруг и засоряет территорию. Уборку в таких случаях чаще всего проводят сотрудники управляющих компаний, и это при том, что по новым правилам они убираться на контейнерных площадках не обязаны. Но что важно, представители организации, которая теперь отвечает за комплексное решение всего круга вопросов по вывозу, сбору и утилизации ТКО, регионального оператора компании «Харти» действует в условиях очень непростого, фактически переходного периода, достаточно гибко и профессионально. Совместно с администрацией составлен перечень планируемых к строительству контейнерных площадок. На сегодняшний день порядка 30 у нас определено этих мест. Также совместно с администрацией до момента строительства данных контейнерных площадок, если есть твердое основание, мы устанавливаем инфраструктуру, дабы жители уже, с сегодняшнего дня, могли пользоваться данным местом, скажем так, централизованно и цивилизованно. Но со временем также будет проделана работа по обеспечению контейнерным парком данных мест и включение в график вывоза. Выступавшие на круглом столе поднимали и другие весьма болезненные, пока еще не решенные вопросы, которые, если обобщить их одной фразой, упираются в необходимость более тесного взаимодействия всех заинтересованных организаций, естественно, при участии и при согласии населения. Итоги обсуждения подвел исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Сергей Горелов. Необходимо собраться с управляющими компаниями, с региональным оператором и отдельные вопросы, которые здесь сегодня поднимались, там проговорить. На сегодняшний день я знаю, что увеличилось количество вывозов. Вы до трех в неделю делаете. Но при всем при этом отдельные контейнеры будут переполняться. И вам надо отдельный график на них делать и подходить индивидуально к каждой площадке. На круглом столе были названы и цифры, которые характеризуют развитие контейнерного парка. На данный момент в округе находится 166 контейнерных площадок. Для удобства жителей в этом году их число будет увеличено до 194. В резолюции, принятой по результатам обсуждения, сформулированы рекомендации местной власти по улучшению работы в отношении сбора ТКО. Происходят сегодня те вещи, которые возмущают людей. Первое – это вокруг площадок грязь и мусор. И это реально, сегодня возникла эта проблема. Ее нужно решать. Вторая проблема на сегодня тоже проявилась – это дефицит площадок и дефицит контейнеров. Хотелось бы поблагодарить тех людей, которые восприняли, что называется, к действию наш призыв раздельного сбора мусора. И сегодня именно этих контейнеров не хватает. Люди понесли раздельный сбор мусора. Вот в данном случае нас услышал оператор. Да, нужно это увеличивать. В резолюции круглого стола также предлагается инициировать создание общественного совета при региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами при компании «Хартия», включив в него представителей Политсовета местного отделения партии «Единая Россия» при участии активистов из других общественных организаций городского округа. Андрей Циханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково». Сегодня... Продолжение следует...